Павильоны для ожидания ожиданий не оправдали. Так говорят жители островов, что регулярно становятся пассажирами теплоходов. В нескольких деревнях Приморского района обновили остановочные пункты. Правда, еще есть к чему стремиться. Увидела Дарья Евграфова. Белый теплоход, бегущая вода. Песенная лирика для островитян заканчивается только ступаешь на берег. Хорошо, если сразу домой или на дачу. Но есть и те, кто вынужден ожидать другой речной трамвайчик и продолжать путь в одну из деревень. Коих в муниципальном округе островное 48. С недавних пор стало чуть удобнее. Появились павильоны для ожидания. Мне отлично. Я уже сделала приемку, посидела, посмотрела на речку. Хоть теплоходы и двигаются по строгому расписанию, но это не городские маршрутки с минимальным интервалом. Потому остановочный пункт, как ни крути, необходимость. Павильоны построили еще в канун сезона, в ноябре 2020-го, на областную субсидию. На территории нашего муниципального образования находится 19 остановочных пунктов. Потребованность в этих остановочных пунктах достаточно велика. Где-то они должны большего размера, где-то меньшего, но они необходимы. Поэтому мы, конечно, очень надеемся на правительство Архангельской области, на Приморский район, что дальнейшее подозвращение сотрудничества. Всего на островах установлено 6 павильонов. Затраты около миллиона. Претензий со стороны жителей поменьше, но все же есть. Дело в том, что у нас из других деревень приходят, вот Семянгина в частности приходят, и куда, если дождь заливает? Вот дождь, все сыро кругом. Так что уж если можно, то сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Если можно, учтите. Особенно вот верх надо закрыть. В областном министерстве транспорта заверяют, что решения хоть и типовые, но под запросы конкретных островных деревень возможно сделать корректировки. Есть еще ряд остановочных пунктов, где требуется определенное решение установить павильоны. То есть мы будем плотно работать с Приморским муниципальным районом, чтобы максимально обеспечить комфортность и безопасность перемещения всех пассажиров, которые пользуются у нас межмуниципальными маршрутами водного транспорта. Стоимость одного павильона 160 тысяч рублей. Установку новых на межмуниципальных маршрутах планируют продолжить и в 2022 году. Дарья Евграфова, Артемий Заварзин, Регион 29.